Доброго времени суток вам, дорогие друзья! Вновь вы на канале Новый Грязь. Хочу поговорить сегодня с вами о прекрасном растении. Посмотрите, друзья, сейчас у нас уже, как говорится, осень, сентябрь. Но вот это растение вы уже узнали соцветия великолепные, желтые. Это растение лечебное, прекрасное, фижма. Дорогие друзья, это растение вы можете еще заготовить на зиму. О лечебных свойствах фижмы многие из вас, друзья, еще и даже и не задумывались, а многие и не знают. Вот эти душистые, посмотрите, душистые круглые тарелочки соцветия. Посмотрите, какие они нежные, собраны в желтые щитки. Они словно грозья рябинки. Обратите внимание, посмотрите, друзья, словно грозья рябинки. И в народе это растение так и называли. Рябинка душистая. Знакомьтесь, друзья, это фижма. И фижма с рябиной идет искренне, друзья. Ведь другие названия этого растения, как я вам уже сказала, рябинка. Фижма желтая, посмотрите. Рябина полевая. Соцветия вот этого растения собраны, как грозья рябины. И листочки у этого растения тоже напоминают листья рябинки. Рябины красные, обыкновенные. Вот это яркое, красивое растение цветет у нас по всей территории нашей страны. Произрастает. Но кроме северной полосы, конечно, растение обладает, еще раз повторю, прекрасными целительными свойствами. Еще в прежние времена наши предки прекрасно применяли это растение, дабы избавиться от кишечных паразитов, друзья. Лямбли. Многие из вас знают про этих паразитов. И вот это растение, пижма, она способна нанести очень, как говорится, сильный удар бактериям, вот этим кишечным паразитам, избавить человека от размножения вот этих паразитов, друзья. И также пижму можно отнести к растениям-антибиотикам. Ведь цветки пижмы, они необычайно благотворно действуют и на желчевыводящие пути, друзья. А также оказывают иммуномодулирующие действия. Благоприятно действуют на печень, на желчевыводные пути, желчевыводящие пути. Лечебные свойства пижмы необыкновенно. Прекрасные. Именно вот эти соцветия, друзья, мы собрали эти растения вот так сейчас, я хочу сказать, подвесили, засушили где-то на даче или же у себя на балконе, где-то в кладовке. И потом уже будем готовить с вами прекрасные лечебные снадобья. Сам цветок необыкновенно мал. Посмотрите, цветок пижмы, он очень маленький сам цветочек. Вот он, один цветочек, вот этого необычайно прекрасного растения, замечательного растения. Они действуют прекрасно на печень и желчевыводящие пути. А также, дорогие мои, оказывают иммуномодулирующее действие. Лечебные свойства пижмы необыкновенно. Я хочу назвать пять самых полезных свойств прекрасного вот этого растения пижмы обыкновенной, которые используются и в медицине, и в фармакологии. Друзья, ну и, конечно же, пижму в издавре мы поговорим с вами, как говорится, попозже, об том, как использовали в народе это замечательное, наши предки, это растение. Прежде всего, конечно, пижма антибактерицидная, имеет свойства за счет эфирных масел, которые... Пижма, конечно, применяется и при многих кишечных заболеваниях, друзья. А поскольку снимает воспаление, стимулирует секрецию, приводит в тонус мускулатуру пищеварительного тракта, друзья. Вот таки, это очень прекрасно. То есть выгоняет все вот эти паразитарные элементы из организма. Астрицы, лямбли, аскориды. Третье, друзья, желчегонные прекрасные средства. Желчегонные, которые выгоняют из нашей печени слизь. Из желчегонных путей выгоняют отвар именно этого растения. Спазмолитическое свойство, действие. Тоже прекрасно. Пижма снимает боль в желчи. Вернее, снимает боль в печени. Четвертое, друзья, это спазмолитическое действие. Способно снимать боли в животе. Успокаивает головные боли. Успокаивает для женщин в период менструального цикла. Спасает женщин прекрасно. Именно вот цветки, сосветия, настои из пижмы. И пятое, противовоспалительное. За счет губильных веществ. Пижма, конечно, применяется и при многих кишечных заболеваниях, друзья. А поскольку снимает воспаление, стимулирует секрецию, приводит в тонус мускулатуру пищеварительного тракта, друзья. Вот это очень прекрасно. Макология пижмы тоже применяется очень широко, прекрасно, обширно. То есть пижма всегда входит в состав желудочно-кишечных сборов. При отравлении, при каких-то болях, вздутиях. Пижма всегда, именно на стол пижмы, можно выпить полстакана пижмы, как говорится. Настояв ее, например, брать столовую ложку пижмы на пол-литра воды в течение 40 минут настояли. Можно на водяной бане, можно в термосе заварить. И полстакана перед едой выпить. Конечно, пижма не очень горькое лекарство. Но, тем не менее, хочешь лечиться, будешь применять. До сих пор, друзья, пижма применяется в составе прекрасного препарата желчегонного, вливания желчегонного пузыря и желчевыводящих путей. Такой препарат, как таноцехол. Многие из вас знают это лекарство, этот препарат. И вот в состав именно этого препарата, таноцехол, входит именно цветки пижмы, друзья. Наши предки издоверя считали пижму замечательным растением. В народной медицине пижма использовалась для нормализации иммунитета, друзья. Для нормализации иммунитета. И даже в терапии онкологических заболеваний. То есть, у кого обнаружена опухоль злокачественная или же незлокачественная, любых, как говорится, размеров, издоверя, народная медицина применяла это растение при терапии в онкологии, друзья. Ванночки из пижмы в старину лечили экзему у деток, у маленьких деток. Однако, современные дети, друзья, я хочу сказать, что многие склонны к аллергиям. И поэтому применять пижму для, друзья, современные дети, конечно же, многие склонны к аллергиям, к аллергическим заболеваниям. И поэтому в современном медицине сейчас пижму редко используют для именно лечения экземы у деток. Но это особо, сугубо, как говорится, индивидуально. При наличии остриц у деток тоже эффективное применение вот этого растения. Мы делаем просто клизму на отваре этого прекрасного растения на молоке перед сном. То есть, настаиваем это растение на молоке и делаем клизмочку деткам. И все это, все, как говорится, детки спят спокойно и организм освобождается от этих паразитов. Есть и противопоказания к этому растению. Прежде всего, это беременные женщины, потому что усиливает применение этого растения. Не усиливается тонус матки и вы сами понимаете, что может произойти. И, конечно же, деткам до трех лет тоже не рекомендуют употреблять это растение. То есть, применять это растение, не употреблять, а применять. То есть, ванночки какие-то или же делать клизму тоже как-то нужно быть обязательно посоветоваться с врачом. Прежде всего, конечно же, отвары. Отвары берем с вами просто пол-литровый кипяток, заливаем пол-литра кипятка, заливаем 3 столовые ложки этого сухого растения. И применяем в день по посту. Дорогие мои, я хочу сказать, что отвары, приготовленные с вами, держать в тепле не рекомендуется. Если что-то, а если у вас остался отвар, пожалуйста, держим в холодильнике. А вот эти цветки, которые мы с вами заготовим сегодня, они могут храниться до трех лет в каком-то мешочке в тканевом из жестянки, в железной баночке. Сейчас продается везде и в магнитах можно везде приобрести в бытовой, как говорится, в бытовых отделах супермаркетов, приобрести жестяные баночки и хранить там свои заготовленные травы на всякий, как говорится, случай. Конечно же, мы можем приготовить, друзья, эмази. Берем с вами 2 ложки столовой пижмы. Берем 2 ложки меда. То есть пижма сухая должна быть перетерта в порошок. 2 столовые ложки, перетираем в порошок и добавляем 2 столовые ложки меда. Перемешиваем и эту смесь храним в холодильнике. Прекрасное средство при подагре, при артрите, при радикулите, при ревматизмах, друзья. Коленные суставы заболели, ноют колени. Именно запястье ноют, если что. Где-то пальчики у кого-то начинается артрит. Понимаете? Это прекрасное средство. Намазали, одели перчатку теплую или же зафиксировали шапком, бинтом. Или же колено также намазали, зафиксировали шапком, бинтом. Друзья, вот таким образом можно лечить, именно сделать мазь. Возможные отвары, которые приготовлены из пижмы, прекрасное средство, противовоспалительное. И, конечно же, прекрасное средство, которое борется с глюстами в организме человека. Во-первых, пижма также снимает лихорадку, друзья. Нормализует разные процессы гниения, брожения в организме, друзья. Также пижма прекрасные средства при гепатите, при лечении печени, желчегонных путей. Я уже повторяю, друзья. То есть эфирные масла вот этого замечательного растения бесценны. Делаем рамку. Сейчас собираем, пока еще есть это растение. Поехали на дачу, увидели где-то пижму. Сорвали, вот так вот, таким образом подвесили. Посмотрите, таким образом. И сушим, друзья. Или же можно просто цветки обрезать, цветочки. И, как говорится, засушить отдельно цветы. Семена, друзья, тоже прекрасно добавляются в еду. Прекрасно вот эти вот семена, вот эти цветочки подсушили. И, как специю, добавляем в еду, друзья. Можно приготовить, конечно, разнообразные из пижмы, еще и с надобья, мази, порошки. Мы с вами уже, как говорится, об этом выше поговорили. То есть порошок готовится тоже элементарно. Вот эти цветочки, друзья, вот, обрезали, посушили. Потом, затем перетерли. И вот вам порошок пижмы. И этот порошок из этого, он творит чудеса. Он лечебный, прекрасный порошок от многих-многих заболеваний. Я еще хочу сказать, друзья, что это прекрасное растение, что издавали, применялось в кулинарии нашими народами, нашими предками. Я хочу... Бабушка моя рассказывала, что раньше же не холодильником. Были только ямы, как говорится, погребные. Но не было холодильников, не холодных. Чтобы хранить мясо, чтобы хранить рыбу, обкладывали продукт, этот мясо, рыбу, какие-то сыры, молочные продукты, именно пижмы, друзья. Это очень интересно, конечно, но это факт, друзья. Именно наши, как говорится, люди, наши предки, именно так спасали свои продукты от гниения, от брожения, от всяких паразитов, творных микроорганизмов, которые могли бы, как говорится, испортить продукт. Посмотрите, листочки пижмы, вот эти, вот, прекрасно, посушите, тоже отдельно, и сделайте как прекрасную заготовку для блюда. Красное ароматическое средство, ароматное для блюд. Берем чайную ложку черного перца и чайную ложку сухой пижмы, то есть измельченной. Смешиваем, друзья, великолепный вкус. Друзья, когда бабушка моя мариновала в своё время, ещё в 60-х, 70-х годах прошлого столетия, мариновала простым способом, то она тоже в огурцы, помидоры, даже в капусту порой ложила именно пижмы, друзья. В каких пропорциях, вот это вот я не помню, я вот у неё не, как говорится, не уточнила, но именно видела, что она скручивала вот так вот пижму и на дно банки, на дно кадушки ложила именно пижмы, друзья, в свой маринад. Маринад огурцов, помидоров. Применение этого растения весьма положительно и благотворно на то влияет на весь организм, друзья. Но, конечно же, нужно помнить о противопоказаниях. Противопоказания, которые я говорила выше, это беременные женщины и детки дотрют. Я думаю, друзья, наша встреча сегодня будет вам полезна. Я желаю вам крепкого здоровья и всего доброго. До встречи на канале Новые Горизонты.